Приветствую вас на канале Стройгарант Анапа! Сегодня мы находимся в коттеджном поселке Морской. С вами Денис и сегодня мы сделаем обзор с вами на объект 110 квадратных метров. Находимся мы, кстати, на улице Малиновой 3. Что ж, приглашаю вас во двор. Пройдемте. Так, добро пожаловать во двор. Прямо перед вами находится объект, который мы будем сегодня рассматривать. Конечно же, хочется первое, что отметить, это отделка фасада, это кирпич, стены, это газоблок. Помимо всего прочего, в этом проекте сделан еще дополнительно гараж. Это дополнительная опция от строительной компании, выполненная по желанию заказчика. Здесь гараж порядка 40 квадратных метров и на нем, естественно, установлены автоматические ворота. Это весьма удобно. Ну а теперь самое время перейти к самому интересному. Конечно же, посмотреть, что же там внутри. Пройдемте. Первое помещение, которое мы попадаем, зайдя в дом, это, конечно, прихожая. Она 6 квадратных метров, она очень большая и позволяет установить любую мебель, которую вы захотите, скорее всего, сюда приобрести. Здесь на полу плитка, к слову, пол с подогревом. Также здесь находится распределитель автоматов и вообще, если говорить о технической части, то на дом поступает 15 киловатт. Ну что ж, самое время пройти дальше и посмотреть одну из комнат. Итак, первая комната на первом этаже, это спальня 15 квадратных метров. Хочу отметить, что здесь также используется ламинат и установлены, как видите, эркерное окно. Оно визуально расширяет пространство и дает очень много света. То есть комната при любой погоде фактически всегда освещена идеально. Высота потолков здесь 3 метра. Также для удобства будущих жильцов, конечно, установлены розетки. Они сделаны по всему периметру комнаты и также выведен отдельно сигнал под телевизор. Его тоже можно будет увидеть. Помимо всего прочего, застройщики побеспокоились и о климатическом безопасности и комфорте. Они провели розетку под будущую сплит-систему, если, конечно, вы планируете ее устанавливать. Также, конечно, здесь предусмотрены системы отопления. Их, как видите, здесь три. Это позволит вам комфортно чувствовать себя в любую погоду. Итак, друзья, мы попадаем с вами в одну из самых главных комнат этого дома. Она самая и большая. Это кухня-гостиная. Практически 38 квадратных метров. Такая площадь позволяет разместить здесь практически все, что угодно. Начиная от круглого стола, заканчивая диванами и прочей мебелью, которая может вам пригодиться. Здесь можно встретиться с большой дружной компанией или просто разместиться своей семьей. Также обращаю ваше внимание, что здесь пол разделен. Здесь у нас идет ламинат, а здесь идет плитка. Она идет с подогревом. Помимо всего прочего, здесь уже установлен газовый котел. То есть в доме фактически все готово для того, чтобы запустить и чувствовать себя комфортно и выставить любую комфортную для вас, конечно же, температуру. Хочу обратить ваше внимание на то, что здесь, конечно же, очень много окон. Их трудно не заметить, потому что они занимают достаточно большую площадь. Это дает дополнительный источник света и также расширяет пространство. Помимо всего прочего, здесь также можно выйти на террасу, что очень удобно летом, да, в принципе, в любое время года. Что ж, настало время подняться на второй этаж и посмотреть, какие же комнаты нас там ожидают. Пройдемте. Мы с вами на втором этаже. Находимся в коридоре, который, к слову, три квадратных метра. По расположению прямо у нас санузел. С левой стороны и с правой стороны спальные комнаты. Ну, а каждый поподробнее. Итак, друзья, мы находимся с вами в самой большой комнате в этом доме. Данное помещение практически 22 квадратных метра. Вы сами понимаете, что здесь очень удобно расположить хорошую большую кровать. К слову, сделаны розетки, да, при кроватной зоне. Уже все готово для того, чтобы с комфортом проводить время и вечернее, так, впрочем, и дневное. Также хочу сказать, что, в принципе, в целом сделаны и поклеены красивые обои. Такого достаточно приятного, оттенка. На полу у нас ламинат. Также хочу обратить внимание, что установлены качественные двери. И, в целом, я думаю, что самое время отправиться в другую комнату. Ну и, конечно же, вторая комната не менее интересная. Она 17 квадратных метров. Не могу сказать, что она сильно меньше, потому что, действительно, площадь позволяет разместить много различной и функциональной мебели. Кроме того, конечно же, здесь установлены радиаторы отопления. Ну, куда уж и без них, потому что, когда холодно, они обязательно нужны. Санузлы на первом и втором этажах выложены плиткой. Полы с подогревом. Тут все готово для установки сантехники. Теперь более подробно о метраже и планировке помещений. На первом этаже коридор 6,1 квадратных метров. Санузел 5,9. Спальня 15,1 квадратов. Просторная кухня-гостиная площадью 38 квадратных метров с выходом на террасу. Площадь которой 22,8 квадратных метра. На втором этаже коридор почти 3 квадрата. Санузел 4,3 метра. И две спальни 17,2 квадратных метра и 21,8. Друзья, мы рассмотрели с вами дом в 110 квадратных метров от компании «Стройгарант Анапа». Надеюсь, вам понравился обзор и такой же дом может появиться в скором времени и у вас. А все вопросы, которые у вас есть или возникают, вы можете задать по телефону, который вы увидите на экране. С вами был Денис. Смотрите следующие наши обзоры, которые мы делаем исключительно для вас. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Пока-пока.